Всем привет! Всех со Старым Новым Годом! Все, наконец-то 2021 заканчивается, хотя ряд учеников у меня может сказать, что год был очень неплохим, но в целом подавляющее большинство людей не очень им довольны, в первую очередь из-за пандемии и всего такого. Но у меня тоже сейчас концовка 2021-2022 года была очень таким тяжелым, тяжелой была, сложной. И я не успел провести целых два этапа тренинга в рамках изучения каталонского начала. То есть, все, что было каталоном в чистом виде, мы, в общем-то, по большому счету прошли. И остались такие вещи, как вот защита Боголюбова. То есть, вот G3 очень любит играть Дин Лежень, очень любит играть... Ну, неплохо получается играть у Грещука. Много сильных шахматистов так играет. Идея в том, чтобы не дать черным сыграть B6 и сбежать новоиндийской защиты. Также не ходили мы к конь C3, чтобы избежать защиты Немцовича. Слон B4 в шах предпочитают ходить люди, которые очень хотели бы свести все это к защите Немцовича или к новоиндийской. Это вот защита Боголюбова. Здесь интересен ход конь D2. Можно вернуть все в русло защиты Немцовича, сыграв конь C3. Но мы с вами будем изучать слон D2. Основное продолжение. Более 9500 раз встретилась эта позиция. Играли разные монстры. Повторяю, Дин Лежень и Грещук, В.С. Лисо, Томашевский. Ну и, в общем, очень много других шахматистов. За черных слон B4 в шах любит давать Сергей Корякин. Очень много партий. Ну и встречается в партиях петербургских шахматистов Евгения Алексеева, Никиты Витюгова. То есть, ну, так, в общем-то, считается, что линия достаточно надежная. Хотя, на мой взгляд, все-таки лучше черным так не играть. Так. Сейчас, секундочку. Теперь, значит, давайте посмотрим. Вот этот турнир, этот тренинг у нас стартует 23-го числа. Стандартно турниром, который начнется с этой позиции, с контролем 3 плюс 2. После турнира я всем вышлю теоретические материалы. И 28-го числа, в пятницу, буду слушать, буду отвечать на вопросы. То есть, вот с этой позиции, да, начнется, виноват, вот с этой позиции начнется турнир. Да. И потом, после ответов на вопросы, вы видите стандартное расписание. У нас ожидается 3 турнира с контролем 7 плюс 2. И еще после них, после каждого из них, разбор партий. Ну и 2 турнира с контролем 3 плюс 2. Ну и финишируем мы это ответами на вопросы. Почему финишируем в 15.00 в Москве, а не в 17.00 в Москве, как обычно это делали? Потому что в 17.00 в Москве у нас начнется тренинг по защите Бинони. Ход c5 играют даже такие игроки классического направления, как Сергей Жигалко. Ну, который в ответ на коне в 3 против меня лично играл b6. То есть, переход в защиту Бинони нравится очень многим. И, в общем, уже 6 февраля у нас пройдет турнир в 17.00 тематический. И здесь надо сказать, что я просто устану перечислять фамилии шахматистов, которые любят играть Бинони против слона на g2. По каким-то причинам считается, многие считают, что черным там играть проще, чем против других линий. На деле это не совсем так. Там очень сложные и интересные позиции. На мой взгляд, шансы белых должны быть повыше. Но, тем не менее, шансы запутать противника всегда есть. Вот. Запутать и где-то, в общем, в связи с тем, что очень далекая от симметрии позиция, перехватить инициативу. Подробнее про тренинги можно узнать в описании под роликом. Ну и, естественно, плюсы вы все знаете, кто уже участвовал в тренинге, а кто не участвовал. Напомню, что идет быстрое погружение в теорию. Мы проверяем сразу идеи в турнирах. Вместе разбираем партии, выделяя важнейшие моменты. То есть, быстрее изучить дебютные линии очень сложно. Стоимость участия стандартная 1500 за один этап. То есть, 1500 участия в тренинге по защите Боголюбова и 1500 участия в тренинге по защите Бинони. Для тех, кто участвовал в пяти и более тренингах. Для новичков 2000. То есть, кто еще не участвовал или участвовал менее чем в пяти этапах разных тренингов, любых по Каракану, по Ворскому Гамбиту, по Строиндийской. Пять тренингов прошли, у вас стоимость одного участия в одном этапе 1500. Прошли меньше, извините, 2000. Ну, если кто заинтересовался, пишите на почту или через соцсети. Меня всегда можно найти. Всем спасибо за внимание. До встречи на тренингах.